Главной достопримечательностью и ценностью Командор, безусловно, являются северные морские котики. Морские котики – это довольно крупные животные. Взрослые самцы-сикачи достигают 2 метров длины и 300 килограммов веса. Самки значительно мельче. Обтекаемое тело котиков покрыто короткой шерстью. Острая морда украшена длинными усами, за которые этих животных и прозвали котиками. Котики появляются на лежбищах только в сезон размножения с мая по конец ноября. Некоторые животные могут оставаться на лежбищах и на зимний период. Котики – гаремные животные. Для них характерны своеобразные черты поведения. Обычно пугливые котики в разгар размножения не покидают своих мест на лежбище. Особенно стойко держат свою площадь самцы-сикачи. Они не допускают на нее даже человека и грозно рычат на него. Так же бесстрашно себя ведут только что родившие и кормящие первую неделю самки. А когда роды прекратятся и молодняк подрастет, сикачи и матки делаются пугливы и при появлении человека спускаются в воду. У всех котиков, начиная с августа почти до момента расставания с землей, идет интенсивная линька. Основная масса морских котиков, обитающих в пределах акватории островов, зимует в Японском море. Роль, которую выполняют молодые котики, очень интересна. Они не связаны необходимостью возвращаться строго к назначенному природой сроку в определенное место. Котики-холостяки могут позволить себе вылезти на любой незнакомый берег и если он понравится, то возвратиться сюда снова и снова. Так, обычно холостяки, эти разведчики котикового стада, создают новое лежбище. Затем у рожденных здесь котиков появляется прочное чувство дома. Проходят годы и из маленького лежбища образуется многотысячное скопление. Подобным путем возникли лежбище в южной части острова Медного и северо-западное на острове Беринга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова